Друзья, я сейчас нахожусь в одном из сел неподалеку от Еревана. Я приехал в гости к известному спортсмену и тренеру Артуру Нжде. Помните? Кроссфит Хаястан. Вечно, бесконечно. Вот я, собственно, к нему приехал. Вы, наверное, удивляетесь, почему к нему приехал в село. Думаете, у него тут вилла какая-то, резиденция, фазенда. Ну, ошибаетесь. Вот примерно здесь вот. Артур живет вот в таком вот месте. Никакой фазендой здесь, естественно, и не пахнет. Так, где-то здесь Артур сказал потом налево повернуть. Артур, Нждай, спасибо, Артур. Аааааа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Квартира... Сейчас вот надо разобраться... А, кажется первая... О, Артур, здорово, здорово... Здравствуй, дорогой... Здорово... Так... Это что у вас, кухня? Ух ты, что я там вижу на кухне? Это холодильник Днепр, наверное? Да, Днепр... Днепр, точно, как у моей бабушки... Осторожно, может оторваться... А у моей бабушки здесь была вставлена отвертка... Вот здесь была отвертка, чтобы не отвалился... Да... Ох ты... И тоже было такое все примороженное... Супер... Мазон... Мазон... Домашний... Классно... Классно... Ну, ребят, ну, спасибо... Стол накрыли, все как полагается... Спасибо... В общем, ребят, ну вот вы сами видите, как живут спортсмены мирового уровня, которые так много всего делают для Армении, для армянского спорта, вообще для мирового спорта... Просто, знаете, иногда вот считается так, что если человек... Его имя связано там с какими-то такими вещами, как UFC... Кстати, вот Артур, например, это тренер Армана Царукяна, который сейчас вот победил на... О! А, да тут у тебя это прямо на футболке есть! Армана Царукяна Халкалакец! Мощный! Вот! А на самом-то деле люди живут очень-очень-очень скромно! То есть вот фактически получается, что ребята живут вот... Вот в этой вот в одной комнате, и матрас, получается, лежит на полу! Артур, а вот эту квартиру вы снимаете? Нет! Бесплатно предоставил очень хороший один человек! Классно! Бесплатно! Потому что в Ереване очень дорого жить! А я, кстати, помню эту историю! Я помню эту историю, как Артур просто не мог себе позволить там снимать в Ереване за 200-300 тысяч драм в месяц, это еще как минимум снимать квартиру, хотя вся его работа, она получается в Ереване, он там тренирует спортсменов, просто молодежь, а раньше, в прошлом, он еще тренировал армянский спецназ. То есть в село находится где-то 30-40 минут езды от центра Еревана, вот, и ему приходится каждый день мотаться туда-сюда. Артур, давай показывай, где твой компьютер, с которого ты свои красивые спортивные видео выставляешь. Нет, телефон, нету. Нет, а компьютер, в смысле, склеиваешь-то эти видео все, как ты? С телефона. На телефоне все делаешь? Да. Вот что, без компьютера? Ну, на телефоне делаю, да. Ой, блин. Ну, мне даже неудобно Артура спрашивать, почему у меня нету компьютера или ноутбука там хотя бы. Человек просто квартиру не мог снимать в Ереване, потому что банально не было денег. То есть человек оставил в Сочи, Артур в Сочи, он там оставил все. Он там жил в комфорте, он имел все, что хотел. Он все бросил, приехал во время 44-х дневной войны, чтобы помогать своей стране. И остался фактически без всего. Но женился, и у него чудесная жена и чудесный сынок, это, конечно, самое главное. Люди, ну, если можете помочь и купить Артуру ноутбук, чтобы он не портил зрение и нормально работал, он там пишет книги и издает. И все это делает с телефона. Ну, блин, это просто невероятно. Если вот хотите ему помочь, вот в конце, в описании я дам все реквизиты. Можете ему отправить деньги. Можете просто ему купить компьютер. Можете сами купить компьютер, нет проблем, чтобы человек просто нормально работал, продолжал свою деятельность. И я думаю, Артур будет очень, конечно, за это благодарен. Да, заранее всем спасибо. Саша Лапшин красавчик. Кроссфит Хэстан. Вечно. Это твои питомцы? Да. Это Хатико. Хатико, это вот это вот. Мама. А это Франтик. Это мальчик. Нет, это девочка. А обе девочки. Ну Франтик назвал. Ух ты, круто. Такие классные собачки вообще. Это твои собачки? То есть, кормишь их тут, да? Да, они на улице живут, кормим. Они любят меня, бегают со мной. Красота, красота. Да, супер. Ну все, Артур, я тогда пошел. В общем, я уже прощаюсь с Артуром. Он меня сейчас провожает. В общем, вы сами все это уже видели. Если сможете Артура поддержать, сейчас в описании будут все реквизиты. И спасибо, и пока. Спасибо, Саша, тебе, что приехал в гости. Красивый Хэстан, вечно. Вечно, бесконечно. Спасибо.